Продолжая тему, что такое правильный и здоровый завтрак, сегодня я вам расскажу, что такое, на мой взгляд, правильный и здоровый завтрак для спорта, для фитнеса. Ну, во-первых, первая особенность такого завтрака, он должен быть, причем он должен быть до спорта и до фитнеса. Почему? Вы спали как минимум 6-8 часов, но в то время, когда вы спали, ваш организм заработал и более того, он еще активно восстанавливался. И даже нескромный ужин, который вы себе могли позволить, к утру он либо переварился, либо сгнил, в любом случае вам нечего тратить во время активной физической деятельности. Поэтому, несмотря на то, что вы положили за ужином свой организм, перед спортом, перед фитнесом должен быть завтрак. Конечно, вы можете заставить свой организм работать на пустой крови, хотя любую машину, особенно дорогую, которая стоит, в принципе, во много раз дешевле вашего собственного организма, вы не заставите. Если вы бензин не залили с утра, на вас возить не будем. Организм можно заставить, увы. И он будет работать, да? Вы можете загнать свой голодный организм в спортзал, тренажерный зал, на беговую дорожку, побегать по лесу, поездить на велосипеде. Но, когда вы подтверждаете известное выражение, что спорт больших достижений и интеллектуальный потенциал – вещи очень часто несовместимы. По одной простой причине. Кто работает интенсивно, тот на себя перетягивает полезные питательные вещества. Если вы не сбалансировали свой рацион питания и активно начали работать, мозг, который тоже активный потребитель полезных веществ, в это время попадает на работу по остаточному принципу, на питание по остаточному принципу. И активное развитие мышц сопровождается активным снижением интеллектуальной деятельности. Поэтому так делать нельзя. Все-таки вначале должен быть завтрак, а потом трата той энергии, которую вы получили. Каким должен быть этот завтрак? Ну, конечно, он должен легко усваиваться, легко перевариваться. Только тогда, быстро попав питательные вещества в кровь, могут обеспечить соответственный уровень активности вашей. Еще один компонент – обязательно такой завтрак должен содержать жидкость, не воду. Вода до завтрака, вода во время завтрака и вода во время и после завтрака, чаще всего мешает работе. Пищеварительная система нарушает усвоение пищи, и на чем вы будете работать, если пища не переварилась. Если нет энергии в крови, вам не на чем работать. Поэтому вода здесь исключается, она очень слабая сокогонная, если до завтрака, и она активно разводит желудочные соки, и нарушает процесс пищеварения, если принимается во время или после. Что вы можете выпить вместе с завтраком? До завтрака вы можете использовать аперитив, соки кислого вкуса, кисло-сладкого вкуса, чайок, кофеек, пожалуйста. Это можно использовать как аперитив, они раздражают желудок, раздражают пищеварительную систему, не вопрос. Вы можете выпить, посмотрев мое видео, как начать день правильно, вода с кислым соком, клюква, брусника, ежевиком, вишня, яблочный уксус и мед. Прекрасный аперитив, который великолепно запускает работу пищеварительной системы и обеспечивает переваривание того, что попало следом. Какой завтрак быстро переваривается? Ну, в принципе, так, питается очень много людей в разных странах. Я сейчас вам напомню, и вы, да, вы поймете, что да, это классный завтрак перед спортом и фитнесом. Ну, многие советуют начать утро с какой-то каши. Пожалуйста. Да, это легко переваривается, легко усваивается, быстро попадает кровь. Можно есть, ну, скажем так, различные злаковые, орехи, хотя это уже хуже. Орехи, семечки, они дольше перевариваются, там много белков и тормозят работу пищеварительной системы, эта активность уже будет не та. Тем более, когда несколько вариантов смешивается, очень легко попасть на пищевую аллергию. В некоторых странах едят, ну, булочки с каким-то, допустим, повидлом. Ну, французы круассаны, есть другие варианты, похожие. Да, тоже быстро переваривается. Ну, в других странах просто кусок хлеба тоже, в принципе, хорошая еда перед тренировкой, перед занятием. Если в этой еде есть еще и вода, прекрасно, вы все сделали правильно, вы обеспечили всю эту активность. Причем, этот завтрак может происходить даже при наличии диабета. Сахарный диабет это не противопоказание к завтраку, даже если высокий уровень сахара в крови. Единственное, что, если вам нужен активный спорт, завтрак относительно большой, если диабет, завтрак должен быть махонький. Почему? Потому что все-таки еда стимулирует секрецию не только пищеварительных ферментов, но и выделение инсулина. И даже если высокий уровень сахара в крови с утра, вы обязаны съесть махонький завтрак для того, чтобы раздразнить свою поджелудочную, чтобы она на эту еду выбросила инсулин и снизила тот уровень сахара, который есть. Это даст вам возможность дальше добавить еще небольшую физическую нагрузку и еще лучше снизить сахар. Тогда вы диабет контролируете правильно и начинаете и при диабете правильно день. Чего не стоит делать. Если вы съели такой легкий завтрак и забыли активировать работу мышц, отменили поход в тренажерный зал, фитнес-клуб, у вас появляется проблема. Такой завтрак очень быстро всасывается в кровь. Энергии полно, а вы ее не тратите. Что у вас получается? Избыток энергии. Этот избыток энергии организм решает очень просто с ним. Оно просто перерабатывает жиры. Если вы съели такой легкий завтрак и поехали на работу без физической нагрузки, вы на работе уже будете с очередной порцией целлюлитов. Конечно, это обеспечит работу косметологом. Можете и ко мне приехать за лечением ожирения. Но лучше, если вы будете питаться правильно и использовать такой легкий завтрак только для спорта или для фитнеса или для тренажерного зала. Не стоит туда идти голодным, нужно правильно покушать и идти выполнить эту физическую нагрузку, выполнить то, что вы хотели. Только в этом случае правильный завтрак станет не просто правильным, станет здоровым, полезным для вашего здоровья, потому что вы сделали правильно. Вы обеспечили ту активность, которую запланировали себе правильным завтраком. О других особенностях и что вам может дать правильный завтрак в других ситуациях. Смотрите другие мои видео.